Добрый день, сегодня я вам расскажу о двух бейсболках с сайта aliexpress.com, для любителей посмотреть, имеется видеочасть, она в самом конце обзора. Доставка и упаковка кепки пришли в достаточно прочном защитном пакете, благодаря которому никак не пострадали при транспортировке. Доставка средней скорости в Санкт-Петербург примерно 20 дней почтой Китая. Внешний вид. Первая бейсболка начну, наверное, с более привлекательного для меня головного убора. Спереди он сделан из черной немного потертой джинсовой ткани, над козырьком, сбоку и сзади красуются надписи золотого цвета. Спереди это буква W, сзади это три вопроса. Who, what, why? Козырек стандартных размеров примерно 8 см в длину и 18 см в ширину. С боковых сторон имеются вентиляционные отверстия, они так же, как и в случае со второй кепкой особо-то и не помогают, в жаркую солнечную погоду кепка изрядно нагревается. Как и у всех подобных головных уборов, сзади имеется механизм регулировки длины ободка. По размерам, сам ободок 57 см плюс 6 см в запасе благодаря ремешку. Доп. Фото. Внутри козырек сделан из той же джинсовой ткани, что и снаружи, только ярко-золотого цвета, отмечу один неприятный момент, он был немного испачкан по краям. На одной из боковых сторон имеется бирочка, на ней говорится состав ткани, производитель заявляет 100% хлопок. Примерка. Бейсболка номер 2. Теперь давайте перейдем ко второму головному убору. Хоть у него и отсутствует бирочка, но несложно догадаться о подлинном составе ткани, кепка полностью сделана из синтетических материалов. Скорее всего полиэстера, это конечно существенный недостаток и скорее всего именно поэтому, как мне кажется, она смотрится не очень привлекательно. Сама же бейсболка темно-серого цвета, по бокам имеются вентиляционные сеточки с белыми нашивками, сзади имеется механизм регулировки длины ободка, он немного дугой по сравнению с другими кепками и представляет собой небольшой разъединяющийся карабин, возложенные на него функции выполняет отлично. По длине ободка эта кепка чуть превосходит с предыдущую, примерно 57 сантиметров и целых 7-8 сантиметров. Теперь давайте перейдем к основному недостатку этой кепки, поскольку она сделана из ткани темно-серого цвета на солнце она сильно нагревается, так же как и первая, расположенные по бокам сеточки особого участия в охлаждении не принимают, и поэтому длительное ношение этого головного убора становится невозможным. Доп, фото, итог, как по мне, первая кепка стоит вложенных денег, насчет второй решайте сами, все минусы написаны выше, я бы брать ее не стал. Перез заметил, что покупал я их по более низкой цене, примерно на 0.5 меньше, поэтому решил написать продавцу, что мол делаю обзор на твой товар, не мог бы ты дать моим читателям скидку 1 доллар. Он сразу согласился и написал мне такой код, Люка Стикта, чтобы им воспользоваться вы должны оформить заказ, но не оплачивать его, а после изменения цены продавцом завершить оплату. Все очень просто, пользуйтесь на здоровье. Видеообзор также помимо текстового обзора, как я и говорил в самом начале, имеется и видеочасть. Рекомендую ее посмотреть, так как именно в видеокамера максимально точно передала ЦВТА, надеюсь вам понравился этот текстовый и видеообзор. Спасибо за внимание, до новых встреч. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за внимание, до новых встреч.